Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. 45 лет тому назад, в 1968 году, поэту Иосифу Бродскому пришло приглашение из Англии на международный фестиваль Poetry International. И ответ, который был дан из Советского посольства, в Англии гласил, в СССР такого поэта нет. Действительно, официально в СССР не было такого поэта, он не состоял в Союзе писателей, как известно, на суде ему тоже было отказано в праве именоваться профессиональным поэтом. Так что в СССР, как и секса, не было поэта Иосифа Бродского. Ну, как мы все сейчас знаем, он был, да еще как был, и вся та, собственно, эпидемия, можно сказать, эйфория открытия Бродского, которая затем уже случилась после перестройки, и после 1985 года, и затем уже в 90-е годы. Бродский превратился, я бы сказал, даже в полную противоположность. То есть он превратился в главного классика, чуть не единственного классика русской поэзии последнего полувека. Огромный поток конференций, мемуаров, вереница друзей, каждый из которых хотят написать свои воспоминания, какие-то, так сказать, признанные более каноническими, какие-то менее каноническими. В любом случае, Бродский – это общепризнанный поэт номер один, или поэт-лауреат, как его назвали в Америке, где он служил таковую должность в течение пары лет, когда он туда эмигрировал. И вот я хочу сейчас понять и разобраться, в чем феномен популярности Бродского, что есть такое в его поэзии, что делает его главным поэтом эпохи, как в свое время Сталин назначил Маяковского главным поэтом эпохи. Точно так же сейчас общественное мнение назначает таким Бродского. Давайте поговорим об этом с нашим гостем сегодняшним. Это писатель и исследователь творчества Бродского Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну так с чего нам начать? Как нам подойти, взяться за вот этот вот, мне кажется, достаточно неуловимый такой очень чинный Бродского? Я бы, наверное, сразу попытался на первом уровне отойти от поэзии, может быть, к более каким-то социальным, социологическим вещам. И сказать о том, что, конечно, когда мы говорим о Бродском как о главном поэте и поэте номер один, мы понимаем, что мы имеем в виду некоторый довольно определенный круг читателей. Регулярно до сих пор выходят статьи, попадаются как авторы которых объясняют, что Бродский не поэт. А вот, скажем, я знаю, Николай Рубцов прекрасный поэт, а Бродский нет. Я привожу Рубцова как пример действительно к слову сказать хорошего поэта. Иногда в статьях говорят не о хорошем. Ну, то есть, тем не менее, мы понимаем, что есть некоторый срез читателей, для которых Бродский поэт номер один, это не для всех так. И то, что мы будем дальше говорить, относится именно к этому срезу. Мне кажется, что есть несколько причин. И первые из них лежат в области мифологии, а вторые лежат уже более связаны с поэзией Бродского как такового. У Бродского, как все знают, замечательная биография. И замечательная она не только потому, что в нем есть все, что нужно для мифа. В нем есть несправедливые гонения, изгнание царства. Изгнание царства, да. Сначала ссылка, потом эмиграция, потом Нобелевская премия. И все вот это просто даже человеку, который никаких стихов Бродского отходясь не читал, дает, конечно, канонический облик поэта. Кроме того, есть специальные вещи, прописанные в русской культуре. И одна из них – это идея преемственности. Вот это вот, да, пожалуй, самое главное. Потому что вот я лично, пытаясь анализировать, вижу, что Бродский в большой степени, так скажем, переводчик. Как тогда его, так сказать, он определился переводчиком, будучи не в силах работать по специальности. Вот он переводчик классической поэзии для нас. Транслятор и классической поэзии, с другой стороны, Серебряного века и духа акмиизма. Да, тут здесь вы совершенно правы насчет духа акмиизма и истории про то, как Ахматова сыграла с Бродским в историю про Державина и Пушкина со всеми поправками, которые здесь есть. И в гроб сходя благословим. Понятно, что Ахматова признавала далеко не одного Бродского, но, в общем, ставила его неявным образом на первое место. Ну, что было и частично было связано со всей судебной историей, но и до этого выделяла его из числа его сверстников и, так сказать, более молодых поэтов. И это действительно такая социальная история, еще раз говорю, можно не читать стихов Бродского, но знать историю о том, как Ахматова его благословила. Но более, если мы уже пойдем, наконец, от социологии к поэзии, то у Бродского есть несколько важных моментов. И первый из них – это его устоявшаяся в общественном мнении связь с акмиистической традицией. Ее на самом деле чуть больше в общественном мнении, чем в действительности. Бродский всегда упорно говорил, что Ахматова была для него прежде всего учителем жизни, учителем того, как надо быть поэтом. Само нахождение с ней в одной комнате, как и Бродский, было величайшим уроком. На влияние ее стихов на его стихи он скорее, ну, при всем своем позиции ученика и пиетете перед Ахматовой, скорее как-то отодвигался, чем наоборот. Да. Разные и стиховетческие исследования и чтение его текстов показывают, что, например, влияние Цветаевой было гораздо выше. А влияние, и в этом смысле, когда Бродский говорил об акмиистах и об Ахматовой, прежде всего об Ахматовой и Мандельштаме, конечно, то он говорил скорее именно об уроке человеческом, уроке человеческого достоинства в противостоянии власти и всему остальному. Но все-таки вот эта вот классичность Бродского, вспомнился тот же Мандельштам, помните его эпиграммы Ахматовой, «Спадая с плечи, окаменела ложноклассическая шаль». Вот это вот даже просто сам лексикон Бродского, да, его тезаурус, все эти, так сказать, перси, ланиты, вы, вся эта урания, богини. Мы понимаем, что это сложная история. Если мы на это посмотрим, то это не от Ахматовой идет. Вот Бродский сознательно в какой-то момент ориентировался на допушкинский период поэзии и довольно много говорил о Державине в этом смысле и других авторах вот этого периода. И более того, история про Бродского и Пушкина вообще важная, но более того, он последовательно выстраивал некоторую линию, включавшуюся Боротынского и Тютчева, как своих предшественников. Боротынского в большей степени Тютчева в меньшей. И это, мне кажется, одна важная тоже, и то, что мы называем ложной классичностью, связано, наверное, с тем, что и Акмиисты, и Бродский черпали из одного источника какой-то предпушкинской поэзии. Ну да, классического. Вы знаете, здесь хочу процитировать, и я еще пару раз, наверное, процитирую, такое есть очень злое эссе Эдуарда Лимонова под названием «Поэт-бухгалтер», который, да, Бродского не любил. И он так очень остро здесь замечает, он спрашивает, а почему, собственно, Бродского назначили американским поэтом-лауреатом, почему его двигают на Нобелевскую премию? И вот он отвечает, по одной простой причине, в наше время в Нью-Йорке невозможно найти аборигена, пустившего ростки из руин классицизма. Абориген, путь до Джона Ашбери или полысевший Ален Гинсберг, скорее всего, будет следовать традиции более современной. И только в огромном культурном холодильнике, который представляет из себя страна снегов, плохо развитые чудаки из национальных меньшинств, евреи-чукчи-чуваши, все еще ищут венки сонатов. Это красивая версия. Но мы понимаем, что тут есть еще одна тема, которую вы поняли, когда об этом заговорили, и она, мне кажется, важна в обе стороны. Бродский оказался в позиции переводчика применительно к американно-английской поэзии XX века и русской литературе. Это позиция во многом похожая на позицию, которую Пушкин занимал относительно французской поэзии конца XVIII-начала XIX века. И я думаю, что тот статус, который Бродский заслуженно занимает в современной поэзии, если мы говорим про тексты, а не про миф, связан, мне кажется, прежде всего с этим. То есть если мы возьмем поэтов его современников, прекрасных и замечательных, самых разных, то мы можем говорить о влиянии, я не знаю, битников на Андрея Вознесенского или там Евгения Евтушенко. Если мы говорим про Леонозовскую школу, то там гораздо труднее, у них своё собственная история, идущая из русской поэзии больше, чем из поэзии переводной. Ну да, они скорее больше в 20-е, 30-е годы, да, Кабариутам, даже там не найдёшь так просто корреляции действительно на Западе. Бродский был, много об этом говорил и до отъезда, и это видно и по стихам, человек, потрясённый Оданом и Фростом, Оданом, Фростом и Элиотом. И это на самом деле парадокс заключается в том, что на тот момент, когда Бродский оказывается в Америке, Одан, Фрост и Элиот уже там тоже классики. В этом смысле тот классицизм, о котором, а не классики модернизма высокого, но высокого модернизма, да, уже после них были битники, и всё, вся эта веселуха. Вот, и в этом смысле та ложноклассичность, классичность, о которой говорит Лимонов, говорил Лимонов, она, мне кажется, двойная для американского читателя. Знаете, к вопросу об Одане неинтересно. Вот мы начали, что Бродского тогда не пустили, да, на этот фестиваль, Повтор Интернационал. Четыре года спустя, оказавшись в Америке, ещё в Вене, он знакомится с Оданом, да, и Одан его таки, так сказать, таким же царственным жестом, да, ещё один его учитель, подобно Пушкин Державин, да, приводит на этот фестиваль. И прошло и четырёх лет. Правильно помню, вот он даже успел написать до этого какое-то короткое предисловие к книжке перевода в Бродского. Могу ошибиться. Вот. И это, да, это важная история, потому что Бродский вот эти две традиции, Ахматовскую и, идущую от Одана, Элиота и Фроста, соединяет в себе и биографически, и как поэт. И мне кажется, что если говорить о его влиянии на русскую поэзию, то, ну вот, мы с вами помним, как люди нашего поколения, что когда мы в начале 80-х начали читать Бродского, он совершенно не выглядел классицистическим поэтом. Потому что тот уровень, там, не знаю, Анджамбиманов, который он себе позволял, выглядел абсолютно, ну, таким шокирующим, почти авангардным жестом. Потом уже становится ясно, насколько он идёт от англо-американской поэзии. Да, насколько он растёт оттуда, из классицизма и из англо-американской. Напомню, что мы говорим о феномене Иосифа Бродского с писателем Сергеем Кузнецовым. Мы продолжим после перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня о поэте-лауреате, о главном классике русской поэзии последнего полувека Иосифе Бродском. В чём его феномен, в чём загадка его популярности. Наш гость – писатель Сергей Кузнецов. Ну, вот мы поговорили о том, как Бродский является транслятором, переводчиком классического текста, да, ещё, может быть, можно сказать, текста петербургской культуры, он же очень важный, так сказать, вот эту вот перспективу петербургскую, да, такую, как он писал об Ахматовой, в «Перспективе Росси», да, точно так же вот эта перспектива петербургская. Но, вы знаете, я хочу здесь попытаться Бродского ещё, может быть, как-то привязать к Брежневской эпохе, что ли. Потому что вот я нахожу какие-то вот такие вот корреляции вот в этой вот барочной, пышной, такой имперской эстетике позднего брежневизма. Ведь всё в том же эссе коротеньком, где он критикует Бродского, поэт-бухгалтер, Лимонова говорит, что Бродский – это мастер списков. И действительно, Бродский – это какие-то гигантские списки. Вот проснулся поэт в своей квартире в Венеции и обозревает комнату, описывает всю комнату. Вот зеркало заболённое, вот, значит, там, я не знаю, подоконник, вот он выходит за окно, вот барки, гондолы за окном. И это, так сказать, бесконечные списки, которые на иного читателя навевают скуку. И мне кажется, что вот эта вот меланхолия, это тяжёлый описательный нарратив, он соответствует такой меланхоличной позднеимперской эстетике брежневизма. Мне кажется, что… Ну, это сложно говорить, потому что всё-таки он ехал в 1972 году. Поздний брежневизм начинается сильно позже. Брежнев там было недолго. Мне кажется, что здесь ключевое слово в том, что вы говорите, это слово «имперскость». Мне кажется, что это важная вещь про Бродского, потому что для человека, занимавшего, ну, слово «оппозиционный», я не знаю, примитый к Бродскому, бессмысленно, занимавший параллельной советской власти позицию, Бродский очень остро чувствовал имперский характер поздней советской власти. И, соответственно, тема, когда… Поскольку он сравнивал это прежде всего с Римской империей, то тема распада империи была им хорошо прочувствована ещё до того, как всё это рухнуло, и в тот момент, когда многие были уверены, что это навсегда. А когда Бродский всё время сравнивает Советскую империю, во-первых, воспринимает Советский Союз как империю, во-вторых, воспринимает её как позднеримскую империю, он всё время тем самым задаёт мотив с одной стороны неизбежного крушения, а с другой стороны ностальгического взгляда на эту громаду, которая вот-вот рассыпется. Это был вполне отрефлексированный взгляд. И он оказался важным взглядом в 90-е. И не случайно одна из книжек Проханова, человек идеологически Бродского довольно чуждого с точки зрения, так сказать, либеральных людей, к которым относятся обычно поклонники Бродского, не случайно одна из книжек Проханова называется «Теплоход Иосифа Бродский». И по всей иронии, которая здесь есть, там… «Теплоход Иосифа Бродский» имеется в виду, что это вот тонущий теплоход, как «Титаник». Нет-нет-нет, некоторый корабль под таким названием плывёт, на нём происходит такой сюрреалистический Прохановский сюжет, часть которого связана с тем, что Бродский имперский поэт. Это такой уже 2000-х годов, уже поздний Прохановский. Но это певец всё-таки заката империи. Конечно, конечно. Потому что вот эта вот тема распада у Бродского, прежде всего распада тела, потому что вот это постоянное описание жалобы на дряхлеющее тело, на руины рта, вот это вот у Бродского, мне кажется, очень важный текст. Мне кажется, действительно, если мы… Чем хорош Бродский, почему было приятно быть его, как вы сказали, исследователем, потому что это автор, у которого в поэтике всё совсем очень хорошо связано. Тут нету ни одного, ну, я бы сказал, мотива, который бы висел сам по себе, как, не знаю, как лампочка посреди пустоты. Вот мы говорим про руины, и вы говорите о руинах тела. И я тут же понимаю, что эта вещь некоторым образом связана с его детскими воспоминаниями, воспоминаниями о Петербурге после блокады. Знаменитая фраза из меньшей единицы «Руины номером правды не прикроешь» отсылает нас к представлению о руинах как о подлинной материи бытия. И в этом смысле классицизм с его руинами, и особенно классицизм в смысле классическая римская архитектура, а классицизм, как он был воспринят барочным XVIII веком, это такая сознательно воссозданная руина с ностальгией и вместе с тем увиденная Бродским как абсолютно эстетический объект, задает нам одновременно тему будущего распада Советской империи. И вместе с тем судьбы каждого человека, который неизбежно идет к тому, что его тело распадается, как вы сказали, и к тому, что все, с чем он обладал, от него неизбежно отрезается. Много цитат, которые даже лень приводить за их огромность. Ну да, мне кажется, здесь и вот в этом очень интересно. Бродский тоже в своих описаниях очень статичен. Он даже в меньшей степени, мне кажется, передает движение человеческой души. У него меньше лирики, любовная тема не очень прописана. Но вот это громадье какой-то, так сказать, распадающейся фактуры, распадающейся эпохи, оно запротоколировано с точностью до последней вещи. Я бы поспорил с вами. Мне кажется, что Бродский при всей кажущейся статичности его текстов и тем, о чем говорит, писал Лимонов, на самом деле поэт, который все время рассказывает про одно и то же движение. Он просто рассказывает про одно и то же, поэтому мы его позволяем себе не заметить, потому что надоело. И он об этом много говорит в интервью и в прозе. Он говорит, что по большому счету поэт всегда двигается от. История человеческой жизни – это история того, как ты все время что-то теряешь. Когда ты все время уменьшаешься. Это образ, если мы говорим об акминистах, восходящих к Ламарку Мандельштама, такого эволюционного нисхождения, для Бродского эволюционного восхождения, но это неважно. И это одновременно и судьба поэта, которого ведет язык, и одновременно это судьба изгнанника, которого гонят на как можно дальше от родного города и приводят опять на берег океана. И по большому счету один из сюжетов, и, несомнение, судьба возлюбленного, который лишается жены, сына, потерявшей конечность, подругу, душу, есть продукт эволюции. И в конечном итоге это приводит его на берег океана, и этот океан – это стихия языка, и это чистое время, и это бесконечная подлинная сущность пространства. И также, да, конечно, это то место, где разрушенная империя осталась у тебя за спиной. И мне кажется, что вот в этом смысле, когда, мне кажется, что любовная лирика Убродского как минимум представлена в прекрасном книжке про Новый Станцкий августе, но она вся про то же самое. В этом смысле, если мы посмотрим на Новый Станцкий, там куча стихов, которые ни один нормальный читатель с первого взгляда не отнесет к любовным. Это стихотворение Сейдинь и религиозное стихотворение. Там «Провинция справляет Рождество» – ложноклассическое стихотворение. Они на самом деле, как они стоят внутри книжки, ясно, что они весь про тот же сюжет. Разлуки и того обретения других ценностей, ну, познания чистого времени, можно сказать, которые происходят у поэта здесь. И мне кажется, что тот степень любви, которую мы испытывали к Бродскому, ну, те из нас, кто его раньше получили, еще в начале 80-х, те, кто позже, в конце 80-х, начале 90-х, связаны с тем, что вдруг мы открывали для себя вот этот опыт лишения, с которым мы все были связаны. Окей, при жизни в Советском Союзе это были лишения, можно их назвать бытовыми, лишения, связанные с эмиграцией знакомых или, наоборот, эмиграцией тех, кто эмигрировали сами. А после Советского Союза опыт лишения всего того культурного пласта, который у нас был, который разрушался на наших глазах, что это был опыт, который Бродский экзистенциализировал, который говорил, это и есть настоящая подлинная судьба настоящего человека. Это всего лишиться. Ну да, в этом смысле, вот, может быть, здесь вот в ваших словах, я вижу, здесь мы как-то приближаемся к пониманию загадки Бродского и популярности его в нынешнее время, что это певец утраты. И вот все те утраты, которые нас преследуют с 80-х годов, утраты империи, утраты государства, утраты культуры, и сейчас уже в большой степени утраты классической культуры, это они в Бродском как бы заложены. Ну вот смотрите, его судьба, его мифы, о котором мы говорили, постоянные утраты, утрата, ссылка, эмиграция, там, Венеция, да, то, что в конце концов это тоже город утраты, город смерти, не случайно, я думаю, очень большая логика в том, есть это его супруга, жена последняя настояла на том, что он сам очень ясно выражался на эту тему. Вот, так что в этом смысле утрата невероятно его сильно как бы прописывает в нашей сегодняшней культуре. Он, вот я возвращаюсь к вопросу о мифе Бродского, он сам в какой-то степени сознательно строил свою биографию? Судя, ну смотрите, я считаю, на самом деле, каждый из нас достаточно сознательно строит свою биографию, кроме людей, ну, лишённых, а, рефлексии, б, какой бы то ни было воли. Но при том, что каждый сознательно строит биографию, совершенно было неверно сказать, что Бродский хотел, чтобы его отправили в деревню Норинская, и с ним происходило то, что... Или хотел эмигрировать, он как раз не хотел. В чём-то же страшные вещи, я только недавно прочёл, которыми он там занимался, это, я думал, ну, деревни там что-нибудь сидели, они же там камни, валуны-то, там же маренные камни, гигантские сростчеловека, они должны были... Я не удержусь, расскажу про эту деревню прекрасную историю, вот уж, чтобы у нас был новостной момент. Один из моих друзей, тоже большой поклонник Бродского, съездил в эту деревню сколько-то лет назад, и выяснил, что там есть несколько домов, спорящих за право быть домом, где жил Бродский, потому что ясно, что на этот дом, может быть, совет даст деньги на восстановление, потому что туристы, да, ещё какие-то заезжают такие вот, ну, туристы ещё при этом в старом классическом советской форме, с ватниках, в штормовках, с рюкзаками, потому что, значит, они добраться. Вот это, мне кажется, такое... Бродский бы порадовался, при том, что, в общем, дом известен, как, скажем честно, он запротоколирован в воспоминаниях и описан даже в стихах. Но это как история Гомера, о котором спорят несколько греческих городов. Да-да-да, или Гёте, где каждый немецкий Гастхоф претендует на то, что здесь останавливался Гёте. Гаста останавливался, вот, Бродский в нескольких домах там жил. Мне кажется, это прекрасная история. Но возвращаясь к вопросу о том, насколько он строил биографию... Ну, как Ахматова так немножко цинично замечала, рыжему нашему рыжему делаю биографию. Мне кажется, вот то, что я говорил, это история о том, что, когда мы говорим, что человек строит свою биографию, он её осмысляет. Бродский с историей, честно говоря, его биография не уникальная, а в ней присутствуют очень мягкие гонения по сравнению с многими людьми его поколения, которые действительно занимались такой диссидентской деятельностью. Ну, с Синявским, да, не сравнить. Сели по-настоящему. Да, и потом эмиграция. Нормальная история. Большинство из людей, получивших эту биографию, концептуализировали её как историю борьбы поэта и государства. В том числе, в общем, и Синявский, говоришь о стилистических разногласиях, и всём остальном эти люди вызывают глубокое уважение, а речи об этом нет. Бродский упорно пытался вывести эту историю на какой-то другой уровень. И в этом довольно преуспело. Когда я говорил, что он историю лишений превратил в эксистенциальную правду о поэте вообще, о человеке вообще, то это и есть тот шаг, который он сделал, который во многом его отличал от его современников. И не случайно один из самых цитируемых анекдотов о Бродском, это серии «Довлатовские истории», все про одно, если Лев Тушенко за колхоза, то я против колхозов, то я за. Советский или антисоветский, какая разница. То есть при всей однозначной позиции Бродского как общественного деятельности относительно советской власти, как раз в личной жизни у него всё время было желание отодвинуться от жёсткого противостояния с советской властью. У него были все дела важнее. Да-да-да, он всюду это прописывал, что вот не надо меня политизировать. Он был выше этого, да, он был в контексте, я не знаю, разговора человека с Богом. И если мы говорим о построении биографии, то вот это он делал. Да, то есть при том, что он участвовал во всех мероприятиях, в которых он участвовал, в панк-клубе и во всём остальном. Его политическая позиция всегда была однозначной и в России, и после эмиграции. Он не шёл в этом смысле на какие компромиссы своими взглядами, своими совестью. Но он прекрасно сказал в Нобелевской речи про то, я боюсь, что я не помню стату дословно, но смысл в том, что не надо позволять не заводить себя до позиции жертвы истории. Типа, ещё не хватало, чтобы мы были здесь жертвами. И то, что он делал, он историю лишений, которые есть у каждого из нас, он предложил мне и моему поколению способ воспринимать эту историю не как позицию жертвы. Ну да. Мы знаем, сегодня это по-любому популярная позиция. Мы знаем историю, простите, евреев, которые охотно выставляются жертвами Холокоста. Справедливо, но речь идет о позиционировании. Афроамериканцев в Америке и множество разных меньшинств. Ну такая виктимизация. Да, виктимизация становится, и уже много лет становится, да, хорошей разменной картой в чём-то. И Бородский показывает, на самом деле, пример того, как не быть жертвой, быть победителем даже в трагических обстоятельствах. И он много об этом говорил и писал. Да, 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 согласен с вами. Вот этой виктимности в нём не было. И не было, с другой стороны, героизма. Вот это бодался телёнок с дубом, бросил, так сказать, Давид, просивший вызов Голиафу. У него есть прекрасный текст. Это речь, которую он сказал в одном из американских университетов. Там есть такая позиция, когда приглашают знаменитость сказать речь перед выпускниками. И это речь, в которой он трактует известный евангельский сюжет про «если ударить по одной щеке, то подставьте другую», рассказывая о том, что это оборванная цитата. А нет ничего хуже, чем строить этику на оборванной цитате, говорит он, и говорит он, что дальше сказано, если иди с полпути, то иди весь путь, а рубашку отдай, нижнюю одежду. Я не помню, извините, точную цитату. И он рассказывает, как иллюстрацию того, что он считает, значит, библейская цитата, насколько это действительно верная трактовка Библии, это, конечно, на его совести прекрасную притчу о человеке, которого заставляют в лагере копать бессмысленную канаву. Ну, то есть всех заставляют копать. И потом отбой, и все идут, типа, обедать. А один человек продолжает ее копать. И он копает ее, пока не падает в изнеможение. И этим, говорит Бородский, он показывает бессмысленность притязаний зла на то, чтобы что-то заставить его делать. Он делает, он сказано, идите путь, идите два пути. Ударите в одну щеку, подставьте другую. Не для того, чтобы своим смирением заставить устыдиться палачей, чтобы показать палачам бессмысленность и абсурдность их притязаний. И после этого, говорит Бородский, завершает притчу. На следующий день больше никого не выгоняли копать эту бессмысленную канаву. Неважно, был ли подлинный этот случай, но мы понимаем, что это советский пересказ мифа о Си-Зи-Фи-Камиле. Это еще один важный для Бородского источник. Он никогда на него не ссылался напрямую. Французскую культуру он всегда кривился вежливо в беседе с французами, менее вежливо в беседе со своими. Но мне кажется, что он относился к тому поколению, которое восприняло экзистенциализм через Фолкнера и Хемингуэя и через французские источники та же. И вот это, когда вы сказали не быть героем, он, конечно, был героем так же, как на самом деле по-своему героем был Солженицын, но не в социальном плане, а в плане... В экзистенциальном. В экзистенциальном герой, да. Действительно, миф о Си-Зи-Фи. И очень точно вы здесь назвали. И не случайно как вспомнились мне эти камни, потому что меня потряс вот этот образ гигантских, мы же знаем, какие там в Карелии, в Архангельской области камни лежат, которые ледник оставил с рост человека. И они должны были с напарником эти камни перекатывать, складывать, дотаскивать их до стальных листов и на этих стальных листах вытаскивать к краю поля. Это настолько сизифово... Я не знал эту историю. Сизифовый камни там на Архангельских полях. Да. Но, вы знаете, здесь, если говорить о его биографии, я хочу вспомнить вот это его, которое объединило в себе и Архангельск, и Нью-Йорк, и Венецию, и Петербург. Его замечательное высказывание, которое Лосев приводит. «Я еврей, русский поэт, и американский гражданин». Вот эти вот три ипостаси Бродского. В какой степени он был евреем? Еврейская тема, она как-то заявлена? Значит, в данном случае, наверное, надо было мне представлять главным редактором онлайн-сайта «Букник». Да, портала «Букник». А значит, для меня Бродский как раз очень характерный пример русского еврея. Позднесоветский еврей Бродский говорил в каком-то интервью, что он был в синагоге один раз, и то случайно по пьяни. И в этом смысле он, мне кажется, прекрасный, хороший пример хороший пример идентичности позднего советского еврея, в которой нету религиозной компоненты в смысле иудаизма, который Бродский в этом смысле всегда считал себя христианином, об этом много раз по-разному говорил, обсуждал лютеранским или православным, таким или сяким, но, очевидно, всегда относился к христианам при всех вежливых и кивоках в сторону буддизма. Ну да, сколько у него рождественских стихов и постоянных. Но Бродский как раз в этом смысле, когда мы говорим о Бродском, как и евреи, то это, оказывается, очень смешно. Я всегда рассказываю, когда я встречаюсь с какими-то американскими евреями, которые просто говорят, что такое евреи в России, я всем говорю, вы знаете, многие евреи в России, у них дабл-айдентити, они русские, евреи все кивают головой, и многие из них православные. И в этот момент американские евреи замирают, как будто у них бомба взорвалась в голове. И я говорю, что вот у Бродского, вы знаете, Бродского был любимый анекдот про то, что одному из наших мальчиков это удалось. Про то, как еврей Равин споет с католическим священником, где пределы карьерного роста для священнослужителей. Кто говорит, ну я могу стать римским папой, а что, больше ничего? Ну, я же не могу стать богом. Ну, говорит Равин, одному из наших мальчиков это удалось. И в этом смысле Бродский воспринимал христианство как продолжение традиции иудаизма. И для него иудаизм была не историей противостояния с христианством, как для очень многих, а тоже часть вот этой иудео-христианской цивилизации, в которую он бодро, конечно, включал и греко-римскую, как мы видим. Так же, как, я думаю, и Мандельштам. Когда он пишет, по-моему, какой-то темный мир иудаизма, он пишет в египетской марке вот этот детский мир, который над верх и пошел дальше. Мандельштам не случайно был лютераненым. Вот, и не случайно, при этом не случайно говорил в четвертой прозе о себе как о наследнике народа царей и пастухов. И это представление, наверное, у Бродского было. Я думаю, что еще раз скажем, Бродский как еврей, это был поздний советский еврей, это означало, что он космополит и гражданин мира. Вы знаете, еще вот здесь такой, ну, как бы, всноский, но об этом интересно было бы поговорить. Так, действительно, крупнейшие три поэта 20 века, Мандельштам, Пастернак и Бродский, евреи. Я просто часто натыкаюсь на дискуссии, и люди спорят, вот почему так, как получается, что именно люди с таким сильным, так сказать, еврейским компонентом так полно выражают русскую культуру и русскую речь. Здесь есть какая-то закономерность? Мне кажется, у Пастернака и у Бродского, как у поэтов, еврейского компонента особого не было, честно скажем. Это не была их тема. Бродский слово еврею упоминал четыре раза в своих стихах, по-моему, от силы при огромном корпусе. Мне кажется, что их еврейство было, во всяком случае для Бродского, можно так сказать, возможностью, ну, метапозиции. Ну да. Они чуть-чуть могли смотреть и на Америку, где он оказался как русский приезжий, и на Россию, где он был как немножко изначальный изгой. Он много рассказывал в эсоистике про антисемитизм в школе, да. Вот тем более это пришлось на дело врачей и все эти дела. Вот. И это не была позиция, я это специально хочу подчеркнуть, Бродский никогда не занимал, в отличие от многих своих сверстников, позицию русский народ быдло. Бродский всегда подчеркивал, как было для него важно история с его ссылкой, и как важно было для него понимание русского народа. И одна из самых пронзительных вещей в его интервью, это рассказ, когда он едет в поезде, встречает какого-то русского старика, который условно возвращается с одного лагеря тоже в ссылку, севший за колоски или за что-то еще. И Бродский говорит, глядя на него, я понимаю, что никакая Amnesty International никогда за него не вступится. Они о нем просто не узнают. И в этом смысле чувство, которое родства, которые Бродский испытывал к русскому народу, не только к русскому языку и русской поэзии, было очень важным, мне кажется. И его еврейство, мне кажется, позволяло ему быть немножко американцем. Чувство, да, такое. Вот это еврейство дает некоторой дистанции. Поэтам чувство странничества и изгнанничества. А поэт, как выходит, всегда изгнанник, начиная с Овидия и далее по списку. В «Христианнейшем из миров» поэт из жиды писал Цветаева, которая совершенно не была еврейкой, и имей в виду именно вот эту позицию дистанции и изгнанника. Поэт из жиды. Говорим о поэзии Иосифа Бродского, о месте его в русском культурном пантеоне с писателем Сергеем Кузнецовым и продолжим после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим мы сегодня о евреи, русском поэте и американском гражданине, как он себя называл, Иосифе Бродском. Феномен Бродского, феномен его популярности. Почему он является главным классиком русской поэзии последнего полувека. У нас в гостях писатель Сергей Кузнецов. Но вот из этой триады самоопределений еврей, русский поэт, американский гражданин мы поговорили о первой, как русский поэт. Как вы определите место Бродского в русской поэзии? Мы уже говорили, как вот этот вот транслятор акнеизма и серебряного века. Добавил ли он что-то новое? Я вот говорю, мне кажется, что важная история, я не случайно уже говорил об этом, важная история вообще про русскую культуру, мне кажется, связана с тем, что в ней возникает, наверное, не только про русскую, про американскую, кстати, тоже. В ней возникает много смыслов от переводов из других культур и других языков. В этом смысле Россия, как империя, поневоле устроена как культура многопоглощающая и перерабатывающая. Да, резонатор такой. И не случайно Пушкин, как великий поэт, был этнически неведомо кто, то есть известный кто, а культурный человек, который сделал очень много для перевода французской поэзии, начиная, как-нибудь Андрей Шинье, на русский язык не в смысле перевел, а в смысле адаптировал и превратил в русские стихи. Точно так же Бродский поступил, я говорил, с англо-американской поэзией, с французским и европейским послевоенным экзистенциализмом. И мне кажется, что вот в смысле, если мы говорим, поэтической техники, то Бродский принес многие новые стилистические, технические приемы, связанные и с Сан-Джембеманом, и с работой со стихом, из англо-американской поэзии, но вместе с тем это не просто перевод, потому что русский язык устроен так, что в силу того, что в нем не зафиксировано место ударения в слове, в отличие от французского или английского, как ни странно, возможностей рифмы и возможностей ритмического строения стиха гораздо больше, чем в английской поэзии. Просто по устройству речи. Есть классические работы Гаспарова, где это просто показано чисто статистически, они восходят еще к Андрею Белому. И в этом смысле мы знаем, что современная англо-американская поэзия, современная Бродскому, вся построена на белом стихе. И это не случайно, потому что они ленивые, потому что английский язык так устроен, что все возможности рифмового стиха уже были исчерпаны к этому моменту. Ну, была более длинная история, поэзия, стихосложения, но они были исчерпаны. А Бродский открывал новые возможности в русской синтаксисе и грамматике, позволяющиеся писать стихи, которые звучали бы по-новому и при этом оставались бы еще рифмованными. Он ведь писал и по-английски пытался, но большого успеха не снискал, как я понимаю. Тут я как-то бессилен что-то сказать, потому что я не так хорошо знаю английский, чтобы оценивать. Его переводы вполне снискали тот успех, который, как-то можем говорить об успехе. Переводы себя самого. Нет, переводы других, авторизованные переводы его. То есть он все равно стал, если он был, вне сомнения, американский эссеист. Все хором говорили очень интересным английским. Это, конечно, говорили они, английский не родной у автора, так же, как и у Набокова, потому что он настолько изысканный, что нормальный человек, выросший в этом языке, такого себе не позволяет. Больше католик, чем павкаримский. Да, такого себе не позволяет. Он интересный, более сложный, чем у нормального автора. Но это нормальная история для американской культуры. Если мы посмотрим на людей, которые были людьми Круга Бродского, то мы видим там кучу людей, которых английский не был родным языком. Будь это Милош или Дерек Волкот или другие люди. Это нормальная история. Но стихи Бродского продолжают. Еще несколько лет назад я видел перевод письма генералу Зет в Нью-Йоркере сравнительно свежем. Ну, то есть 2000-х годов, по крайней мере. И в этом смысле он, конечно, существующий в американском поэтическом ландшафте автор. Я не понимаю, насколько значимый, насколько он представляет русскую поэзию, а насколько он представляет американскую поэзию 90-х годов. А вообще что-то из русской поэзии там популярно? Или все-таки это удел словистов? Мне кажется, что тут есть понятная история. Статус поэзии в России до сих пор, видимо, все-таки выше, чем статус поэзии в Америке. То, что Бровский пытался поменять в Америке. То, что Бровский пытался поменять в Америке, видимо... В супермаркетах раздавали поэтические сборники, да. Поражение. Но я не скажу про Америку, но Европу, где Францию, где я проводил больше времени, чем в Америке за последние годы. Я однажды попал на некоторый поэтический вечер, где молодые французские поэты и молодые русские поэты читали стихи друг друга. И, конечно, французские поэты читали свои переводы из русских поэтов. И, конечно, для них, скажем, Маяковский или Цветаева в большей степени русские поэты, чем Бродский. Бродский в этом... Для Америки, не скажу, но для Европы. Бродский, вне сомнения, американский, американско-русский автор, так же, как и Набоков, например. Тогда как тот положительный имидж России, который есть, Маяковский, ну, скажем, левый образ, который отлично задается стихами Маяковского или образ немножко экзальтированный, прекрасно задается Цветаевой. Кстати, я думаю, пусть и Райдс хорошо сюда легли. Да. И с должной долей религиозности и боговорчества одновременно сочетающимися. И в этом смысле Бродский с его меланхолией и с его ложной классичностью и всем остальным для, по крайней мере, для Европы это не то, с чем ассоциируется Россия. Вы знаете, мне кажется, здесь та же проблема, что с Пушкиным. Потому что Бродский, как и Пушкин, для нас передают какие-то огромные пласты западной и классической культуры. То есть для нас они действительно наше все, наше солнце. А для Запада, ну что, они как бы переводчики с нашего западного языка на далекий северный... Это сложно. Мы понимаем, что бывают случаи, когда люди, которые были переводчиками, трансляторами на какой-то язык, оказываются важными в той культуре, с которой они переводили. Классический пример это Борхес, который весь построен на адаптации, трансляции европейской шире мировой культуры к каким-то аргентинским вещам и реалиям, изначально реалиям, потом просто широко поняты испанской и аргентинской культуре и отлично существуют в американской вообще мировой культуре в этом статусе. Ни Пушкину, ни Бродскому, наверное, не удалось стать такой посмотренистской иконой в широком смысле. Но это, наверное, потому что у них редко такое бывает. А вот интересный поворот темы. Бродский, он по ведомству постмодерна проходит? Я думаю, я много занимался 20 лет назад постмодерном, и, конечно, это довольно... Это было очень популярно. Да, это было очень популярно. Конечно, сегодня это совершенно лишённое смысла слова, и если к нему в этом смысле смысл прилагается, то это есть некоторый период литературы, к которому он приложил. Когда Бродский начал писать и начал публиковаться, термин этот ещё не был в моде, и Бродский никогда себя в этих терминах не описывал. Вообще, надо сказать честно, что термин постмодернизм к поэзии на Западе не очень применим. Его применяют к прозе, а к поэзии в меньшей степени. Формально мы у Бродского найдём всё, что нужно для постмодернизма. Высокую цитатность и всё прочее. Но есть классическая работа Тынянова, в которой он находит всё то же самое в Евгении Онегине. И в этом смысле, я уж говоря о постмодернизме, всегда говорил, что постмодернизм скорее это форма чувствования, форма восприятия текста, чем написание текста. То есть, авторы, которые себя сами воспринимают как постмодернисты, и так и пишут. Ну, скажем, Уберта Эка. Но, говоря уже об американских авторах, типа, не знаю, Томса Пинчина, которого тоже люблю, или там, не знаю, Джона Барта, или там, не знаю, русских сверстников, скажем, Василия Аксёнова с очень похожим построением прозы. Да, их можно назвать там, Андрея Битова с Пушкинским домом. Их легко назвать постмодернизмскими авторами, они очень так построены. Бродский себя вряд ли воспринимал как постмодернист. Но в тот момент, когда случился его бум в России на переисторике, он совпал с бумом идеи постмодернизма в мире вообще и естественным образом наложился в России. И поэтому, да, для многих русских критиков и многих русских читателей Бродский это такой постмодернист в поэзии. И те, кто были больше поэтическими постмодернистами, как, скажем, Кемиров в конце 80-х, начало 90-х, в этом смысле его, такие, выглядят его продолжателями каких-то вот у Бродского есть несколько очень цитатных стихотворений. И Кемиров как бы продолжает именно их. И у Кемирова списки тоже очень важны. И списки тоже важны, да. Вы знаете, мне кажется, он еще... Но мы это уж скажем честно, у нас, конечно, по общественному западному восприятию главный русский постмодернист это Набоков. Набоков считается постмодернистом, конечно. Ну да, которому мы, наверное, повезутся постмодернистом. Скорее, да. Для нас он классик. Классик. При этом для людей, которые вот на рубеже 80-х и 90-х начали писать, это называлось словом «Новая культура» и Татьяна Щербина, и Андрей Левкин, для них всех Набоков был, Набоков и Бродский были два главных русских автора. Так что в этом смысле те люди, которых мы бы описывали, ну, исторически, как русских постмодернистов, в несомнении, в качестве главных учителей называли Бродского и Набокова. Мне кажется, что Набоков Бродский постмодернин еще в смысле своей, так скажем, принципиальной неидеологичности, вот то, что постмодерн называет деэссенциализацией, для него нет больших авторитетов, для него нет геройства, для него вот это вот, вот у него где-то был, он брал в эпиграф Акутагаву «У меня нет принципов, у меня есть только нервы». И вот Бродский вот этот принципиальным отвержением принципов, мне кажется, вот он... «У меня нет совести, у меня нет только нервы». А вот... А у меня нет совести. Совести, конечно. Это позиция, которую Бродский иногда тоже любил занимать. Для человека, совершившего столько стыдных поступков, как совершил я, мне трудно было бы говорить. Это некоторым образом, на мой взгляд, все-таки была поза и в прозе, и в устных выступлениях, и, честно говоря, в стихах. Но плюс, конечно, это то чувство вины, о котором, если мы говорим о еврействе, очень свойственно еврейской культуре, и то, которое он очень выводил из истории со своим процессом, про то, что когда тебя судят, даже ты знаешь, что ты не видишь, ты все равно выходишь с чувством вины, в том числе, говоря о процессе, с виной перед людьми, которые работают руками, а не пишут стишки. Так вот, возвращаясь к позиции, был ли Бродский без принципов, мне кажется, что это не так. Мне кажется, что и его стихи, и его проза, у него было некоторое количество твердых политических взглядов, у него было некоторое количество твердых этических взглядов, но если мы говорим о постмодернизме, то его главный тезис, сказанный в Нобелевской речи, что эстетика мать этики, легко превратить в постмодернистский тезис. Я думаю, что для Бродского он таковым не был. Если мы понимаем под постмодернизм, как часто понимается, ну, такую легкость в мыслях необычайную, можно сегодня это, сегодня это, то Бродский никогда не заигрывал ни с тоталитарным дискурсом, то есть ни с фашизмом, ни с коммунизмом, с тем, что принято так называть. Да, он любил классицистическую форму и на самом деле отдавал должное большому стилю, сложно трансформировал. Но как раз я еще расскажу, что в силу своего поколения, я думаю, и своей биографии он был человек, который, в отличие, скажем, от Эдуарда Лимонова, никогда не позволял себе сложных игр с левым, крайне левым или крайне правым дискурсом, в отличие от Сергея Курехина, его трудно представить в НБП в любой из ее реинкарнации. Ну да, он принципиально не политический. Но вы знаете, с другой стороны, я вот сейчас думаю, мы уже затронули речь его Нобелевскую, его Нобелевскую премию, вот пять Нобелевских лауреатов по литературе, советских, российских, и четверо из них так или иначе очень сильно политически прописаны. Ну что? Это либо иммигранты, как Нобоков и Бродский, либо... Нобоков, не был Нобелевский, было бы Бунин, Бунин имеется в виду, мы просто говорили о Нобокове, да, естественно, Бунин, Бунин и Бродский, либо диссиденты, ну, не диссиденты, а так люди, находящиеся в противоречии с системой, как Пастернак и Солженицын. И Пастернаковская, конечно, доктор Живаго, здесь очень сильный элемент в Нобелевской премии противостояния. Ну и особняком Шолохов стоит, ну, у него своя внутренняя эмиграция была, так скажем, да, может быть. Мне кажется, что это специфика не столько Нобелевского комитета, сколько специфика русской литературы, советской истории, русской истории 20 века, в которой довольно трудно оказаться не... Как только ты оказываешься при свете прожекторов, у тебя выясняется длинная политическая история противостояния такого или сякого. Даже если ты Шолохов, ты оказываешься запутан в сложную идеологическую историю. Но я думаю, что просто потому, что если взять любого советского человека, как бы он не пытался избежать взаимодействия с государством, как Бродский, и на него пристально последить прожектором, то выяснится, что у него сложная и запутанная история отношений, а она запутанная у Солженицына, она включала в себя там Ленинскую премию, на которую выдвигали, да, то есть она же нелинейная, да, вот, сложная, запутанная история отношений с властью. И в этом смысле Бродский, в этом смысле ближе к Бунину, он стоялся от власти все-таки быть подальше, но власть как-то не очень хотела позволить. За что, по-вашему, дали ему Нобелевскую премию? В чем была заслуга в тот момент? Я думаю, что трудно угадывать про Нобелевский комитет. Мы понимаем, что Нобелевская премия, с одной стороны, всегда некоторым образом конъюнктурная вещь. И в этом смысле мне очень нравится история, как Валентин Полухин, сделавший книжку Бродский глазами современников, потом веселилась и говорила, я сделала книжку, в которой типа четыре Нобелевских лауреата, причем двое из них, Дерек Уолкот и Октавия Пасс, еще таковыми не были, когда она ее делала. Милош уже был, и Бродский уже был. Мне кажется, что об этом много сказано и частично в цитерном, по-моему, Лимоновском эссе и в воспоминаниях Лимонова более поздних еще более подробно сказано. Бродский, который очень был против антиэстеблишмента в советской России, уехав в Нью-Йорк, очень хорошо попал в интеллектуальный эстеблишмент Нью-Йорка. Как это случилось и почему, мне трудно говорить, я там в это время не был и знаю все это только по мемуарам, я даже не очень беседовал с людьми, которые там были, но тем не менее ему это удалось. Возможно, в этом была часть его личного обаяния, возможно, та его внутренняя такая позиция, которую потом мы стали называть постмодернизмом, то есть сочетание strong opinion политических с неумеренно политическим для русского дискурса текстами и довольно сильно политизированной. Он не попадал в этот образец русского эмигранта, который начинает тут же спекулировать своей контрами с властью. При том, что если мы посмотрим на стихи, мы увидим, что там некоторое количество политических текстов, а проза его довольно вся политизирована. Но тем не менее, я думаю, что он так или иначе оказалось, что он стилистически хорошо попал в этот круг из Сьюзан Зонтек, здесь является, наверное, ключевой фигурой, не случайно была его близкой подругой и таким проводником его в этот круг. То, каким образом Бродский умудрился оказаться в этом кругу, который, в общем, скорее был левый, потому что Бродский левых терпеть всегда не мог, как многие выходцы из, значит, его волны, его поколения из Советского Союза. Но Бродский всегда умел, видимо, занимать здесь очень какую-то правильную, сбалансированную позицию. Я думаю, что в этом смысле присуждение на Бродской премии, как любой другой премии литературной, всегда некоторым образом разумный компромисс между качеством текста и статусом автора в разных кругах. И в этом смысле Бродский был иммигрант из Советского Союза с одной стороны, с другой стороны он был представителем Америки, но представителем Америки не коренной Америки, ну, не в смысле индейца, а в смысле не... Ну да, эстеблишмента некого искусства. Да, да, да. Вот не люди, предки которого приплыли на Мэйфлауэре, как какой-нибудь Том Спинчин. Да. Вот. А в этом смысле он был иммигрант первого поколения, выходец из Советского Союза, который в этот момент был навсюду, да, но вместе с тем очень свой человек для международной поэтической интеллектуальной тусовки. И в этом смысле никто из его сверстников русских иммигрантов рядом не мог оказаться. Представить на Нобелевской Тайвуне даже очень любимой мной Василия Аксенова довольно трудно, потому что, в общем, те люди, которые обычно собираются отмечать, у них какие-то другие политические взгляды, чем Аксенов оттуда звучит. И вообще, мне кажется, Бродский очень уникальный опыт иммиграции. Иммиграция, которой полностью человек как бы стряхивает прах с ног своих, с подошв своих и интегрируется в другую культуру. Вот, скажем, с Довлатовым невозможно сравнить, с тем же Аксеновым невозможно сравнить. Тебе вот в этой вот российской, советской коже. Бродский... При том, что отметим, что Довлатов был человек, который печатал «Нью-Йоркер». Да, да, но тем не менее Довлатов оставался по языку, по мышлению, по образу поведения, глубоко, так скажем, нашим человеком. Важная история. Я об этом много думаю и думал об этом сегодня, когда многие люди уезжают из России по-другому, чем это было именно Бродского, и многие спрашивают себя и спрашивают друзей, сможем ли мы интегрироваться в... И мне кажется, что история Бродска как раз показывает, что никакого отрехивания праха не должно происходить. Любой человек, который, уезжая в Америку, уезжая в Европу, пытается сделать вид, что он, типа, местный, выглядит неизбежно, смешно и унизительно. Бродский никогда не забывал, что он русский и был в большой степени представителем русской культуры, русской литературы. Можно посмотреть на тексты, которые он написал, они... половина из них так или иначе про Россию, больше половины. Но при этом важно то, что он не... Есть две крайности. Одна из них постарается быть, как вы сказали, католиком больше Папы Римского, а другая крайность, которая все... Мне кажется, Михаил Задорнов прекрасно ее олицетворяет в современном дискурсе. Приехав в Америку, многие люди, приехавшие дожить, это прекрасно изображают, рассказывать про то, какие американцы тупые, с их политкорректностью, со всеми вот этими вещами. Братский никогда не унижался до того, чтобы кривить лицо на ту страну, где он живет. Он и на Россию этого не делал. У него были отношения неприятия власти, но никогда нельзя найти у него... Мне кажется, что это во многом отличало его от его современников и, к сожалению, наших современников. Когда он жил в России, он никогда не позволял себе того, что в сегодняшнем дискурсе называется словом, простите, сраная рашка, и уехав в Америку, он никогда не позволял себе дискурса «тупые америкосы». Тупые америкосы, да. И мне кажется, что он был готов, он любил Россию, когда он в ней жил и когда он из нее уехал. Он не позволялся никогда о ней сказать и о людях, которые в ней живут, уничижительных слов сверху, и точно так же он не позволял себе говорить сверху про Америку. И мне кажется, его успешная интеграция вот в этот международный эстеблишмент связана именно с тем, что Бродский сумел вот этих двух крайностей избежать, при том, что я не думаю, что это было типа сознательное решение. Он был просто очень умный. И не позволял своему протесту против того, что «ой, я не такой, как все», захлестнуть себя и начать отрицать то, что он видит вокруг. Мне кажется, в этом и была и ум, и какая-то подлинная интеллигентность. И вот тот самый третий путь, который есть на Западе, который, вот то, что Лотман говорит, что Россия бинарная культура, мы очень часто бросаемся в крайности, или самоотрицание, или отрицание того же Запада. Бродский как-то вот своей такой остраненностью, холодностью этого избежал. Сумел, сумел, сумел избежать. Скажем, на самом деле, и Набоков второй самый успешный русский. Делает же то же самое. Набоков все время помнит, что он русский писатель. Даже когда он пишет по-английски, у него есть скрытые русские цитаты. Его герой всегда немножко чужой, возвращаясь к теме еврея в русской культуре и иммигранта в западной культуре. Да, Набоков совершенно не бывший этнический еврей, занимал ту же классическую еврейскую позицию, чуть-чуть в стороне. Но при этом, при том, что Лолита, конечно, сатирическая книга об Америке, она вместе с тем объяснение любви к Америке одновременно с этим. И, ну, Берлин он разве что не любил по-настоящему. Но, в общем, про что бы он ни писал, в этом есть вот этот сложный баланс любви и некоторого взгляда со стороны, которого действительно трудно найти у большинства русских и писателей, и, честно говоря, и людей, которые живут там. Мы наблюдаем восторженную любовь, сарказм, но вот такого умелого внутреннего приятия в сочетании с дистанцией, который Бродский... Один из очень важных уроков Бродского, действительно, вот это вот первый урок, то, о чем мы говорим, умение, так сказать, отвергнуть вот это вот огульное отрицание. И другое, мне кажется, то, о чем он говорил, это то, что вот его цитата, если искусство чему-то и учит, и художников первую голову, то именно частности человеческого существования. То, что Бродский это певец частного человека, человека вне эпохи, человека вне противостояния с государством. Да, вот это, мне кажется, здесь за решение нашего эфира надо сказать, что вот это, наверное, лично я для себя главный урок Бродского и главная, может быть, причина его популярности. Да, и в этом смысле его отношение с Богом, как вы сказали раньше, мне кажется, что история Бродского всем про то, что были дела поважнее. То есть у него были отношения с языком, отношения с Богом, и это было важнее, чем отношение с государством даже, чем отношения с любимой женщиной. Вы знаете, под конец хочу вспомнить замечательный памятник Бродскому, который стоит очень, так сказать, апропо, очень актуально напротив американского посольства на Новинском бульваре. Памятник работы Георгия Франгуляна и архитектора, я думаю, такой же соавтор этого памятника, Сергей Скуратов, где Бродский, там такая кучка людей стоит, как тут, помните, старый анекдот, когда стоят люди, переговариваются, шушукаются, переходят от группы к группе, и, наконец, один выходит и говорит, что бы вы там ни говорили, а ехать надо. По поводу эмиграции. Вот как будто стоят такие группки людей и переговариваются, ехать или не ехать. И отдельно стоит вот эта вот фигура Бродского, которая в результате, да, оказывается плоская. Он сделан, так сказать, внутри выдолбленная эта фигура, она плоская. И вот это действительно памятник частному человеку, который говорит ни с эпохой, ни с американским даже посольством, он говорит с Богом, потому что он свой надменный нос задрал к небесам. Ну что ж, спасибо. У нас в гостях был писатель Сергей Кузнецов, говорили мы о феномене Иосифа Бродского. Это была программа «Археология». Я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.